На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Следующий соперник женской команды гонбольного клуба Гомель в Кубке Вызова ЕГФ Испанская Ракаса. Жеребьевка четвертьфинальной стадии турнира прошла в офисе Европейской Гонбольной Федерации в Вене. Еврокубковые пути белорусской и испанской дружин уже пересекались. Двухматчевое противостояние в третьем раунде квалификации Кубка ЕГФ сезона 2013-2014 годов завершилось в пользу Ракасы. В Испании хозяйки одержали уверенную победу со счетом 30-20. Ответный поединок пошел в Гомеле и завершился в ничью 26-26. Во внутренних чемпионатах Гомель и Ракасы находятся в одинаковой ситуации. Обе дружины располагаются на второй строке, уступая лидерам только по дополнительным показателям. Первый поединок четвертьфинала Кубка Вызова ЕГФ пройдет 2 или 3 марта в Испании. Ответный 9 или 10 марта в Гомеле. Оставшиеся четвертьфинальные пары составили сербский Ниши, шведский Кристианстад, испанская Малага и голландский Квинтус, а также польский Щетин и шведский Боден. В экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею сыграны очередные поединки. Гомель, уступая 0-1 в домашнем матче против Динамо Молодечно, добился победы. Викторию Рысям принесли точные броски Ильи Жуковского, Максима Моголецкого и Александра Семочкина. 3-1. Жлобинский Металлург в минувший игровой день обзавелся только одним баллом. Столивары на домашнем льду в овертайме уступили молодежке Ю-20. В основное время команды отличились по разуму. За молодежку забросил Котеловский. Феклистов счет сравнял. Победу гостям на финише первой минуты овертайма принес Соловьев. Завтра Металлург ждет в гости Динамо. Гомель принимает у себя молодежку. В Гомеле сегодня стартовало первенство Беларуси среди юниоров по спортивной акробатике. Участие в состязаниях принимает более 120 атлетов со всей страны. Первенство страны дает старт отбору на чемпионат Европы, который в октябре пройдет в Израиле. Так что в Гомеле собрались сильнейшие юниоры страны. В их числе и гомельчане, мастера спорта международного класса, серебряные призеры чемпионата мира. Максим Маркевич и Олег Михалевич, а также бронзовые призеры юношеских олимпийских игр 2018 года. Илья Фоменков и Виктория Охотникова. В целом же Гомельская из дюшер номер 4 надеется на многочисленное представительство на континентальном первенстве. Это будет как один из основных стартов отбора. А еще мы имеем несколько международных соревнований. Соревнования республиканская звезды белорусской акробатики. Тоже они будут рейтингами для отбора к чемпионату Европы. Из нашей школы, да, планируется около пяти составов. Из них призеры прошлых чемпионатов Европы, мира, взрослые, юниоры. У Олега Михалевича и Максима Маркевича план на сезон уже расписан. После первенства Белоруссии подготовка к этапу Кубка мира, а после уже чемпионат Европы. Кстати, для этого старта спортсмены готовят новую программу. Пока главные планы съездить в апреле в Бельгию на этап Кубка мира. Ну а потом готовиться все лето к чемпионату Европы. На Европу мы будем готовить сложную программу и постараемся к ней хорошо подготовиться, чтобы хорошо выступить. Состязания сильнейших юных акробатов Беларуси завершатся завтра. Сборная Гомельской области выиграла командный зачет чемпионата и первенства Беларуси по многоборьям. Состязания проходили в Гомельском дворце легкой атлетики. Лучшей спортсменкой турнира признана гомельчанка Диана Рабкова. Она стала чемпионкой страны в пятиборье среди женщин. Первенство страны среди юниоров выиграл еще один представитель нашей команды Ким Коваленко. Бронзовая награда в этой же категории у Егора Бакланова. Еще одну медаль в копилку Гомельской области принес Эдуард Михан. В состязаниях мужчин в Семиборье он показал второй результат. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.